Какие документы нужны для оформления вязки? Для оформления вязки нужны направление кабеля на вязку, копию родословной, это называется марка. Так, а ну держи. Это называется марка, которая выписана по родословной, как кабеля. Номера совпадают. Эта марка для чего? Объясни, пожалуйста. Это марка для того, чтобы кабелю разрешается вязка с девочкой, чтобы в будущем оформить этот помет, который произойдет после рождения. И она заполняется, передается владельцу суки. Да, вот это передается в клуб. Передаются все документы тогда, когда кабель, вначале сука уже оплатила все расходы. Да, мы потом это объясним. То есть марка является подтверждением того, что хозяева суки и кабеля договорились и рассчитались. Я так понимаю? Нет, эта марка дается на оформление помета. Правильно. Но она какое действие подтверждает? После оформления вязки, свершившегося результата, скажем так. Хорошо. Вопрос такого плана. На этой марке, по инструкции КСУ, владелец кабеля должен поставить дату и роспись. Если будет пустая сука, что происходит? Марка пропадает или нет? Дело в том, что кабель перевязывают на следующий раз уже бесплатно. Бесплатно. Бесплатно, да. Подтверждать, что кабель пускается в разведение каждый год. Без оценки отлично собака не пропускает. Вопрос такой, по оценке отлично. Насколько в требованиях КСУ написано, что эту оценку можно получить первая на выставке. Вот покажи, пожалуйста, у нас последний диплом. Мы выступали. Вот сверху прямо лежит копия. Или там, да, вот есть дипломчик. Что мы выступали, получили оценку отлично. И написано, что в том числе можно без выставки при осмотре получить у специалиста клуба. Племсмотр. Проходит раз в год. Ну, некоторый клуб проводят два раза в год. Собакам племсмотр. Вот это самая главная оценка, которая дается для разведения. Это просто приходишь в клуб и говоришь... Назначают в клубе... Там день... Это своего рода выставка. Своего рода выставка. И поэтому приходят все собаки. Так же самое, как бы, ну, осматриваются специалистом. Проверяют, измеряют. Ну, и лучше ему выдает, типа, разрешение. То есть это, типа, маленькая выставка, только без аншлага, без вот этих всех, там... Совершенно верно, да. Представлений корма и всего остального. Ну, бывает такое, что, например, получили оценку, и, как бы, клуб хочет как-то пашить своих питомцев. И, соответственно, устраивают им такие маленькие шоу. Но без приглашения, там, дополнительных каких-то... Понятно. Мы все документы перечислили. То есть давай еще раз вернемся. Владелец кобеля обязан предоставить владельцу суки после совершенного акта. Первое, марку подтверждающую. Марку, да, что ему... Ну, это он должен еще показать до того, как сука станет замор с кобелем. То есть все документы желательно оформлять до того, да? Естественно, все. Так же самое, как мы суку готовим перед вязкой, так же самое мы готовим кобеля. Документы все должны быть на руках заранее. Потому что в момент вязки уже потом произошло. А вдруг этот, ну, не буду говорить, что, ну, кобель там или сука какие-то имеет погрешности в своем здоровье, в своих внешностях. Так, второе, родословную копию, да? Копию родословной, марочку, так как она идет в клуб, там, где сука будет регистрировать помет. Так, и... Копию племенного сертификата. Копию выставочных оценок и титулов необходимо предоставить. Которые передаются потом детям. Щенки родились, им делают общепометку. С общепометкой выдается потом щенячья карта, в которой указаны папа, мама, адрес, там, ну, кому это продали. Потом приходят люди в регистрационную, за документами на родословную. А в родословной уже указывается, папа чемпион, там, мама чемпионка. И от этого, как бы, ну, дети... Имидж растет. Имидж растет, совершенно верно. По мальчику понятно, это по мальчику ты хочешь добавлять. Это по мальчику еще идет. Копия документов от дрессировки. Это если рабочие качества. Да. Договор аренды, если собака находится в аренде. И тесты по здоровью, если они есть. Ну, желательно, я читал, там, дисплазию, да? Они просят, желательно дисплазию. Ну, опять же, таки, дисплазия. Дисплазия, она сразу видно. Любой специалист, судья на выставке, он это заметит. Ее никак не слышит. Мгновенно, да? Совершенно верно. Там имеет значение, как собака ходит, движение. Почему-то в выставках смотрят движение. Потому что это сразу показано какие-то отклонения от здоровья. Совершенно верно, да. Поэтому и существуют выставки. Поэтому и существуют племенные... Скажем так, пытаются отобрать лучших. Лучших и худших. И дальше пустите... Естественно, которые худшие, либо получили кобели оценку оч-хор, они не допускаются для разведения. Для разведения допускают только собаки с оценкой отлично. Так, по мальчику прошлись. Алексей, расскажи, пожалуйста, про девочку теперь. Что надо? Во-первых, в Кинологическом союзе Украины необходимо взять направление на вязку, где со стороны владельца сумки должна быть написана кличка, номер родословный, фамилия, имя, отчество владельца, адрес проживания. Точно так же потом заполняются эти же данные на кабелях. Основное, что расчет за вязку в форме произведен. Описывается, в какой форме произведен он. И написана сумма. Это в каком документе? Это вам дали. Направление на вязку. Я прошу прощения. Направление на вязку, это говорит о том, что собака готова, что она состоит в клубе, что щенки по вот этому документу, уже будет понятно, что они с документами, что они произведены от производителей, которые участвуют в выставках, участвуют в разведении. То есть не на улице, да, скажем так? Не на улице, совершенно верно. И на фоне вот этих вот всех документов выдается щенячья карта. И вот еще хочу поправить то, что вы задавали. Здесь есть такая статья. Особые условия, если сука остается пустой, которая тоже заполняется владельцами. Совершенно верно. И суки, и кабеля. И здесь, если сука остается пустой, то следующая перевязка бесплатная. Перевязка бесплатная. Подписывается владельцам кабеля и суки. И все. И она сдается в клуб. Сдается в клуб. И ждете того момента, когда пройдут щенки. С этими документами, что мы получим у вас. После того, как щенки появились, уже этот документ сдается. Нет, в течение 7 дней они сдаются. А, это сейчас вы приедете и должны сдать. Вот эти документы ваши, марку. И вот это, подписанное вами и мною. Документы отдается в клуб. То есть они там уже ожидают. Они ожидают уже щенков. А потом на фоне этого, что щенки уже родились на 5-е сутки. Не раньше, ну, как говорится, не позже. В 5-е сутки вы должны поставить, нет. Поставить в изверху, что щенки родились. Осмотр вообще, да, 10-е сутки, там, 20-е сутки. В принципе, все понятно, да. Еще какие-то, может, нюансы есть, расскажите. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Так, у нас были в гостях, значит, Алексей, это владелец суки. Приехал там с города Мариуполь. Представься, пожалуйста, чтобы люди могли понять, и можешь телефон свой назвать. Я Евгелина Тулуфган, инструктор-кинолог. Судья международной категории. Ну, грумер. Можете обращаться, вот, и по вязке, и по воспитанию. Город Николаев. Мой номер телефона 093-345-4475. Спасибо всем. Обращайтесь. Так, все, спасибо, ребята, за информацию. Будем надеяться, что она пронесет много положительных эмоций нашим зрителям. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok